дорогие друзья уважаемые зрители слушатели и подписчики нашего канала приветствую всех вас меня зовут вадим герасимович политик и политолог из солнечной болгарии пламен пасха вместе с нами пламен здравствуйте рад вас видеть здравствуйте вполне взаимно и в этом жарком политическом августе двадцать четвертого года мы может быть и будем в состоянии с одной стороны сравнить с той жаркости которая нас провожает ну относительно жаркий конечно июль из той жаркости с которой нас третье встретит ну климатически должен быть ласковый сентябрь а политически он будет гены огненные с продолжением до пламя на жарком политическом августе поговорим как и о том насколько бархатным или не бархатным может получиться сентябрь текущего года предлагаю начать с обсуждения достаточно интересного заявления которое было сделано президентом зеленским он сказал о том что украина начнет детальные обсуждения с соответствующими странами по вопросам территориальной целостности до конца ноября украина разработает план действий по достижению мира также президент украины сказал что не может ответить на призывы к прекращению огня пока россия продолжает оккупировать украинскую территорию для прекращения войны по мнению зеленского нужны терпение поддержка и дипломатическое давление это три фактора справедливого прекращения войны скажите пожалуйста уважаемый пламя а вот этих трех факторов достаточно для того чтобы российско-украинская война закончилась как можно скорее ну слушайте мне президент зеленский почему-то начинает быть похожим на учителя по плаванию который видел бассейна только открытки причем не обязательно заправлено водой ну ну такое можно было говорить скажем так 2018 может быть частично 2019 год ну пусть 2020 год после его избирания ну ну такое рассказывать сейчас два с половиной но скоро будет через несколько месяцев три года настоящие этой самой ну терпение а сколько терпеть кому терпеть осталось ли вообще-то терпел дипломатическое давление а что что прикажете в качестве дипломатического давления там усилить сделать не то рамштейны не то сколько пакетов санкций там 12 13 или может быть 223 и как которые работают естественно с обратным знаком потому что какая бы ни была нумерация но суть-то вообще-то зарядка этих санкций она она соблюдает общую общую там повестки что называется и и коротко говоря вот эти слова серьезно обсуждать нельзя он находится серьезной должности в очень серьезном положении и и от него требуется серьезные отношения и серьезные предложения за которым кому-то можно было отвечать кому он это адресует украинскому народу может быть русскому народу может быть кремлю может быть и брюсселю вашингтонскую лондону может африки кому он это адресует ну ну уж извините он комик талантливый артист от бога и сериал слуга народа я смотрел с большим неподдельным удовольствием эстетическим удовольствием но уж извините то что сейчас потом происходит на самом деле когда он получил вот эту должность после этих сезонов это что-то другое это что-то не то и это драматическое расхождение между теоретиками практиками вадим не хочу подставлять ваш канал моим критизмом на сторону владимира зеленского потому что он очевидно во первых не справляется он очевидно не человека свободной воли он очевидно не в состоянии выполнять свои должностные обязательства как минимум из-за того что является внешне управляем внешне контролируема причем на всех уровнях вот этих слов и когда он такое говорить и непонятно кому он это говорит и от кого он ожидает что такое единственное из этих трех ключевых слов это терпение терпение кому очевидно что в качестве терпел это можно предусматривать единственное только украинского народа терпение ради что терпение в имени чего терпение ради каких обзоров что нам предлагают Ну и по поводу поддержки, уважаемый Пламин, также много вопросов. Давайте опять же апеллировать к интервью Изренского относительно 14 бригад, которые сформированы, но нет вооружения. Да, в небе уже летают истребители F-16, но все равно далеко не все отлично, прям уж очень хорошо с обещанной помощью и поддержкой. Опять же апеллирую к президенту Румынии, который во время саммита НАТО сказал о том, что мы предоставили только половину из того, что мы обещали. Президент Румынии признался, что Румыния предоставила в разы больше пропорционально своих обещаний и пропорционально своих возможностей, чем Соединенные государства Америки. Поэтому если кто-то хочет сказать, что если Румыния дала 100, а то и 120% того, что они обещали, и это как-то поменяет ход действий, ну естественно это не наивность, это глупость. А то, что приезжают уже те самолеты, которые мы платили, Словакия платили, а мы все еще их не видим, мы платили 2019 год, Форд Фокус по цене Бентли, Навороченного, Словакия заплатили 2019 год и получили первого из 14 что-то такое. Украине обещали 60, но обещали кто? Обещали там Бельгия, Нидерландия, Норвегия, ну вот такие страны, у которых есть такое вооружение. И очевидно они как-то более обязательные к своим словам, чем Соединенные государства Америки, которым даже если ты заплатил, ты все равно ничего не дождешься 5 плюс лет. Даже бумажные самолетики, чтобы хотя бы картинкам там порадоваться на эти F-16. Поэтому те, которые, я так понимаю, на Украине уже анонсировали, что уже появились, во-первых, я не знаю, насколько это правда, потому что ловил украинские СМИ, как и болгарские СМИ, много-много раз в бурном децибельном тиражировании откровенной неправдой. Ну, в пропагандных целях, конечно. И поскольку многострадальный украинский народ ждет что-то такое, что может быть, ну давайте как. И F-16 звучало в качестве такой большой символного значения, что вот F-16 придем, порядок на виде, ну не совсем так. И поэтому некоторые фотографии, я так понимаю, уже появляются. Правда, я не знаю, где сделаны эти фотографии. Они сделаны точно на территории Украины или сделаны где-то как-то и говорят, что это уже на территории Украины. Для того, чтобы F-16 прилетел и взлетал и делал посадку, у него нежные колесники и нужно привести в порядок аэродромов на территории Украины, от которых это нужно сделать. А вот эти аэродромы, насколько я понимаю, они в зоне доступа российских систем, которые систематически, регулярно, качественно, можно сказать, с каким-то стервенением их рубят, их бомбят и их приводят в технологические негодности. По сути, любой военный аэродром, и не только военный, и как любой другой объект, находится в зоне доступа. Но если они не собираются взлетать и делать посадку в Борисполе, что на самом деле, наверное, главный гражданский киевский, может быть, единственный главный гражданский киевский. И, по крайней мере, я через Борисполе там летал и помню, красивый, классный, хороший. Ну, тогда это был, конечно, очень добротный. Надеюсь, что и сейчас он не менее добротный. Но если они оттуда не собираются прилетать, взлетать и так далее и тому подобное, то с остальными аэродромами проблема. Хотя, знаете, даже если они будут прилетать в Борисполе, ну, Киев сколько километров от линии фронта стоит? 400 километров есть? Нет. 400 с чем-то. А плечо доступа у F-16 это 450 километров. Поэтому, если они будут взлетать из Борисполя, как раз они, если там приближатся к линии фронта, им уже надо возвращаться. Иначе у них топлива не хватает и они миссию свою можете не выполнить, потому что, ну, неизвестно, непонятно как. Поэтому даже в Борисполе это не есть хорошее решение. Ладно, ставим это в сторону. Честно говоря, это организовать можно. Можно постоянно ремонтировать вот эти аэродромики, благо их при великое количество, и Россия может не успевать лупить и бомбить и приводить в техническую негодность всех достаточно плотно. И можно найти там несколько оазисов, которые будут приведены в этой годности, и F-16 мигрируя так, перепрыгивая, как эту игру там в корабликах, можете получиться. Вопрос в том, что Россия рассматривает F-16 как самолеты, которые конструктивно, возможно, возможны для несения ядерного оружия, то есть она рассматривает их как ядерные угрозы. А рассматривая их как ядерные угрозы, смотрим на военную доктрину России, и дальше читаем и начинаем потеть, потому что пот такой холодный начинает появляться. То есть вы уже на дороге эскалации, вы хотите сказать? Причем совершенно другого технологического ядерного, можно сказать, уровня. Вот так. Пламин, в Украине все чаще говорят о том, что война должна закончиться как можно скорее, что нужны переговоры с Россией. Вспоминаю то, что сказал Дмитрий Кулеба, министр иностранных отдел Украины, находясь в Китае, что да, мы готовы к таким переговорам, к переговорному процессу, но на определенном этапе и на определенных условиях. Скажите, пожалуйста, вот исходя из публичной информации, беря во внимание также заявление президента Финляндии, господина Стуба, который говорит, что вот, вот, уже должны стартовать эти переговоры, все идет к тому, чтобы переговоры начались, или необходимо дождаться завершения американских выборов, и вот тогда... Знаете, я почему-то припоминаю, что месяца шесть, а то даже три назад, даже слово о разговорах, о переговорах не звучало, и можно сказать, что это даже было запрещено, потому что, по-моему, все еще действует указ президента Украины, который сейчас нарушается президентом Украины, потому что в этом указе числится, что мы переговаривать и с Путиным, и с Российской Федерацией не будем, и кто будет переговаривать, нарушает, понимаете ли, мой указ, мой президентский такой указ. А сейчас администрация президента, уж извините, постоянно плотно информационное пространство, что на территории Украины, что вне территории Украины, те, которые обсуждают украинскую тематику, постоянно несколько раз в день, или сколько можно раз в день, говорят, разговоры о переговорах уже начались. Да, сейчас условия об этих переговорах, условия об этой договоренности, условия об этом мире продолжают звучать совершенно нереалистически и со сферой ненаучной фантастики. Ну, поскольку уже идет смещение из запрещенной разговоры о переговорах, и сейчас разговоры о переговорах начинают становиться возможными, А потом условия о переговорах, они тоже сейчас звучат нереалистически, но я уверен, что, ну, опять же, Казабланка, Потсдам, Тегеран, Ялт. Это не в рамках одного месяца и даже не одного года происходило. Сейчас это будет, конечно, быстрее. Я думаю, что в рамках, ну, от 6 до 9 календарных месяцев будет происходить. Ну, сейчас начинаем разговоры о переговорах. Ждем, понимаете, или конец августа, потом ждем конец сентября. Это уже финансовый год Америки. Потом ждем с начала, то есть ноября, то бишь результат вот этих так называемых выборов, так называемых, потому что это уже совсем уже не то. Ну, что бы и не было, другого там нет. Ну, надо это как-то принимать. И после этого ждем инаугурацию. После инаугурации ждем создания нового кабинета, потому что со старой командой ты не можешь сделать то, что хочешь сделать, потому что старая команда делала то, что старая команда делала. Извините за Винни-Пух, что называется. Поэтому какие-то настоящие договоренности, подписания, выполнения на некоторое время, некоторых обязательств всех этих сторон, взаимно абсолютно неприемлемых условиях, потому что никому это не понравится, все эти компромиссы задевают заживо и ту, и другую, и третью, и четвертую, и пятую сторону. Этот мир никому не понравится. И поэтому этот мир будет перемирен, и даже перемирие никому не понравится, и перемирие никто соблюдать долго не будет. Ну, хотя бы какая-то передышка. Будет эта передышка, я думаю, что будет возможно оформлять и подписывать под конец марта, в начале апреля 25-го года. И дай бог, что она продержится хотя бы, ну, допустим, до осени 25-го года. Хотя бы. Ну, небольшая передышка. Смотрите, Тегеран, Ялта, Поздам, говорите вы. В наши времена Бюргеншток. Только Бюргеншток – это город, который расположен на территории нейтральной стороны. И проведение саммита на территории нейтральной стороны, проводя определенные там исторические аналогии, это может быть такая себе история. Ну, Казабланка тоже была на территории нейтральной стороны. Правда, Бюргеншток – это на территории самой вооруженной на европейском континенте нейтральной стороны, потому что цена нейтралитета имеет очень высокую военную составляющую для того, чтобы ты был в состоянии защищать и отстаивать этот свой нейтралитет. Нейтралитет штука дорогая, она не каждому голодранцу или эконом-классу доступна. Невозможно. Поэтому, да, они там-то разговаривали, и Казабланка не более чем. По значению – Казабланк. Даже на Казабланке решались настоящие вопросы и обозначивались настоящие параметры, которые соблюдались. А с Бюргенштоком, по-моему, они поговорили о том, что будут разговаривать и переговаривать и дальше и больше. Это все, что можно сказать про Бюргеншток. Если я что-то не пропустил, конечно. Я думаю, что вы ничего не пропустили. Пламенный. Еще одно достаточно интересное заявление прозвучало из уст Зеленского. Он назвал отказ от территории в ходе урегулирования с Россией очень сложным вопросом. Зеленский в интервью французским СМИ допустил референдум по тому, как должна окончиться война, поскольку вопрос о территориальной целостности Украины не может быть решен одним президентом без украинского народа. При этом, по словам Зеленского, это не самый лучший вариант, потому что мы имеем дело с Путиным, и для него будет победа, если он возьмет в себе часть наших территорий. Комментируя возможные переговоры с Россией, Зеленский снова допустил, что территорию военным путем Украины может и не вернуть. Это не значит, что именно в этот момент, в момент проведения переговоров, мы не вернем. Мы вернем наши границы 1991 года, но я считаю, что справедливый мир для Украины заключается в восстановлении нашей территориальной целостности. Но это не значит, что мы должны сделать это только с помощью оружия. Территориальная целостность, референдум. Общество должно ответить тогда на вопросы, да или нет. Ну, Владимир Александрович, по-моему, сейчас пытается сыграть в понте Пилата. Как раз именно тот момент, когда он умывает руки. Пытается умыть руки, хотя это 100% его и только его ответственность. Какое общество, какой референдум? Какие вообще-то 5 гривней? Это что за такие не очень веселые шутки? Ну, во-первых, референдум, знаете, штука такая, что практически запрещена на территории Европейского Союза. В том числе и для западных, и для восточноевропейских стран. Референдум теоретически разрешен. Но условия для проведения и ограничения для проведения таковы, что, де-факто, даже если его проведешь где-то, он имеет в лучшем случае характера какого-то дорогущего, но бессмысленного соцопроса. Не более чем, потому что результаты этого референдума не являются обязательными для исполнения исполнительной власти. Поэтому назови как хочешь, но это просто соцопрос. Референдумы, которые являются референдумами, которые действительно работают как референдумы, это в Швейцарии. Это прямая демократия. Где все решения, там 3-4 раза в году по 12-15 вопросов, они отметают 50-60 жизненно важных вопросов для того, как им быть или не быть. Они сами решают, и это является обязательным для исполнения. Вот это и есть прямая демократия. А референдум на территории многострадальной Украины, который народ как-то должен сказать, на что он должен согласиться потерять, и кто потом за это будет отвечать. Но, знаете, я готов вспомнить и другой референдум в мирных условиях, где проголосовало более 70% из населения нынешней Украины. Это был референдум в марте месяце 1991 года, всесоюзный референдум, где 73-77% из населения, в том числе Украинской Советской Социалистической Республики, голосовали за сохранение Советского Союза, за сохранение, не за разрушение, не за какой суверенизации, не за какого отделения, не за какой там Беловеческой пущи, там Вискулии, всякое такое. И когда собрались трое из пятнадцати, переподписывать именно союзный договор в силу того, что референдум состоялся, они все эти правила нарушили, изменили. Сказали, вот тебе Белорус, вот тебе Россия, вот мне, понимаете ли, Украина. И вот референдум, о котором сейчас говорит Владимир Александрович, это как, это что? Эти референдумы, что ли, решают эти вопросы таким образом? Тогда хотя бы стволы пушек молчали, тогда хотя бы даже стволы А.К. Строукова оружие молчало, даже табельное оружие молчало. Не было вообще-то военного конфликта. Ну, если уличная преступность, не в счет, конечно. А сейчас референдумы, эти области будут там на референдуме голосовать? Я имею в виду там Запорожка, там Херсонская, там Донецкая область будет голосовать? А какие вопросы могут выноситься? Это самое интересное. Тогда, когда референдумы на территории Европейского Союза не то что разрешались, а допускались после звериной битвы, через которую нужно было проходить, последний рубеж обороны для этих еврочиновников, которые запрещают референдумы, это сформулировать и разрешить формулировку вопроса на референдумы так, что как бы и не ответил, ты все равно в просак, потому что они такие витиеватые, замысловатые, что скажи да, скажи нет, все равно ты попал. То есть, если они неоднозначные, не короткие и непонятные, один, два, три, да, нет, то эти референдумы это словобудие и это издевательство со многострадальным народом, который хочет мира, а ему подсовывают имитационный продукт, причем с издевкой. Ну, это мерзость, честно говоря, это мерзость. Ламин, вспомнили в Апонте Пилата о Соединенных Штатах Америки несколько слов. Помощник Блинкина по вопросам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен сказал, что Соединенные Штаты Америки признают, что не могут в одиночку гарантировать успех Украины в противостоянии с Россией. В связи с этим, по его словам, НАТО приступает к разработке новой стратегии в отношении Российской Федерации. Это будет сплачивать всех союзников в дальнейшем. Взаимодействие с Россией. И по словам дипломата, все члены Альянса согласны с тем, что Китай является решающим сторонником России в войне в Украине. Проще говоря, Соединенные Штаты Америки руки умывают. Так и есть. Просто потому, что если стоит еще раз вернуться к главным заинтересантам, кому что нужно от этой войны, кто кого как посчитал. Вспоминаем капитализацию, которая была на публичном экономическом разделе сайта ЦРУ Factbook, когда они 2012-13 год оценивали Россию без леса на корню 135 триллионов, которые сейчас звучат как 240 триллионов. И вот эти 240 триллионов, соотнося их с этим unfunded liabilities, который можно посмотреть на другом американском сайте, не кремлевской пропагандой, usdeadclock.org или .org, как они это выражают. Но там 212 триллионов у них уже суммарные долги. Это национальные долги, плюс долги компании, плюс долги домохозяйств, плюс деривативы, плюс фьючерсы и все это в сумме 200 с чем-то триллионов. То есть им органически нужны именно эти ресурсы России. Для этого Россия должна остаться как общей оболочкой в каком-то там государственно подобном формате. Но с опущенным подчиненным статусом, когда буйные уже сгорели там на этой войне, а остальные остались те, которые будут просто добывать вот это добро для нас. Кстати, напоминаю, почему я опять вспомнил про эти цифры, потому что абсолютно аналогичным образом в Великобритании рассматривали только не Россию, а Украину, где они посчитали на 57 по одной методике и на 71 с чем-то триллионов по другой методике, которые на сегодняшний день это минимум 113 триллионов. У них тоже свои финансовые проблемы. Они выкладываются, в отличие от Америки, сильнее, мощнее. То есть они действиями своими заявляют, что это наши, мы готовы за это драться, и мы воюем по самой «не могу» и заставляем всех наших подопечных или подчиненных тоже туда выкладываться. Даже если они это не хотят, а все они не хотят, но мы все равно их заставляем. То есть им это нужно. Соответственно, если за него государство Америки нацеленные забирать именно это добро у России, и они между собой, очевидно, имеют какое-то договорение, что Украину получают в Великобритании, ну и ресурсы Украины имеются в виду, хозяйничать там. И поскольку Америка будет удовольствоваться Россией, Великобританией, Украиной, то Америка говорит, ну если это все равно будет доставаться Великобритании, чем мы там нашим НАТО, 70 с чем-то процентов бюджета, который мы обеспечим, мы должны напрягаться. Вот вам Китай, у нас есть оправдание Китай, британцы, у вас Commonwealth, у вас большая-большая британская империя, у вас достаточно ресурсов, идите забирайте свое, мы будем заниматься вот этим там Россией, там Китаем и так далее. А мы-то союзники, в общем-то, там Аукус, там Five Eyes, ну союзники союзниками, вот это разграничение территории, кому какая добыча должна перепасть на этой большой охоте, ну за вашу добычу это вы должны побежать там, постараться попотеть, ну идите потейте там. Пламент. И в завершении нашего эфира вице-президент США Камала Харрис за неделю до начала полномасштабного вторжения России в Украину отказалась Зеленскому в просьбе передать Киеву современное вооружение, включая зенитные системы, истребители, тяжелую артиллерию и вести превентивные санкции в отношении Москвы. Об этом пишет журнал «Тайм» со ссылкой на украинских чиновников, которые присутствовали на встрече Зеленского и Харрис в Мюнхене накануне начала войны. Издание также отмечает, что Харрис, в отличие от Байдена и многих других высокопоставных чиновников, ни разу не посетила Украину после 24 февраля 2022 года. Вместе с тем источник «Тайм» в Белом доме напоминает, что вице-президент Соединенных Штатов Америки ранее неоднократно выражала непоколебимую приверженность поддержке украинского народа в его защите от жестокой агрессии России. Ну, во-первых, тогда, в 22-м году, Камала Харрис, это была, во-первых, вице-президентом, и, во-вторых, у нее не было ни собственной команды, ни собственной повестки. Вся команда Байдена, как сейчас тогда и в это время, 22-й год, это команда Бараха Хусейна Абу-Убама II. И Бараха Хусейна Абу-Убама II, я имею в виду коллективный Бараха Хусейна Абу-Убама II, делал ставку, естественно, на своего вице-президента, на человека с 50-летним с чем-то политическим опытом, а не на странную специфическую женщину под названием Камала Харрис. И она была там просто экзотической изюминкой, на фоне которой седой Байден смотрелся более контрастно. Если была бы рядом с ним другая седоволосая женщина, либо другой седой человек, ну, наверное, с политтехнологической маркетинговой точки зрения это смотрелось бы не так выигрышно, как, ну, там определенные там правила есть. Поэтому Камала Харрис тогда не встречалась, не думала встречаться, и я уверен, не знала, на каком континенте находится эта Украина, как это пишется, как это произносится, что это такое. Это новая марка зубной пасты, либо что-нибудь другое там, лак для волос или что-нибудь. Она вообще понятия не имела, почему она должна встречаться. Они континенты путают, вы простран вообще-то спрашиваете. Сейчас, поскольку там уже несколько лет это уже происходит, это уже военная тематика, военная тектоника, она все равно с трудом будет ориентироваться, что это такое, где это такое, потому что она занималась более-менее приземленными вещами, а именно миграционным контролем на мексиканской границе. Причем контроль выражался в том, что через эту мексиканскую границу должны проходить все, которые это захотели, плюс те, которые захотят. И она этим занималась, и результат этой деятельности может быть даже победа демонократической партии на эти выборы 5 ноября. Поэтому сейчас она должна поднять кулачок Соруса вверх, сказать, мы за вами, вы там мужайтесь, вы там терпите, вы это самое, и как бы вы ни погибали, ни страдали, мы за вами, ребята, и вам это должно быть подсладитель, анестетика, безбаливающая и все остальное. Мы с вами будем столько, сколько потребуется пламени. Для последнего украинца, для последнего украинки, для последнего домашнего любимца Украины. Главное, что нужно это выучить, как это пишется, и как это произносится украина, я имею в виду. А потому что с этим постоянная проблема и там. Ваш прогноз. Кто кого? Трамп, Харрис? Или Харрис Трампа? 50 плюс-минус один. За каждого. Потому что попытки физического уничтожения Трампа будут продолжать, потому что правила жанра таковы. И мои рекомендации, с которыми мы здесь шутили, даже во время его же президентства, если вы это припоминаете, что на месте небедного чувака Трампа я бы и нанял охрану, которая должна охранять меня от охраны, которая охраняет меня от ведомственной охраны, то бишь от секрет сервис, потому что они ребята не очень такие. Все это показалось на деле, осуществилось. И на месте Кимберли Читл, во-первых, это избавление, действительно, и отставка, я имею в виду. Во-вторых, результат работы этих секрет сервис, это и следствие того, что там тоже и джендерные, и феминистские требования определенного протокола, определенных квот, что там должно быть тенное количество женщин, даже если они не подготовлены. Физические тесты, опад, которые мы уже комментировали, понятно. Не то, что для секрет сервис, для 12-15-летних там школьников, они их выполнятся спокойно. То есть, кто кого? Камалу Харрис будут охранять, как охраняют настоящего президента и кандидата в вице-президент. Дональда Трампа должны охранять так же, но будут охранять так же, как до сих пор, то есть плохо, причем с возможностью обеспечить необходимые шикарные условия для кандидатов в его ликвидации, как это и было в Батлере, Батлере штате Пенсилвания, чуть не забыл, как городишку зовут. И как они сработали в Милуоке. В Милуоке, я думаю, что то, что они сработали и уничтожили этого кандидата, это, скорее всего, надо благодарить именно той охране, которая обеспечила республиканская партия и управление полицией в городе Милуоке. А то, что секрет-сервис работали так же, если не хуже, для того, чтобы все получилось, у меня большие-пребольшие подозрения, поэтому я, конечно, могу ошибаться, но кто бы не выиграл, я думаю, что сценарий настоящей гражданской войны будет обсуждаться и будет иметь очаговое проявление на теле многострадальной гереческой Америки, наверное, второй половины 2025 года. Противоречия между республиканцами и демонократами, между либералами и консерваторами, между южанами и северными, между противоестественного и естественного, они не решаются, они приумножаются, они преувеличиваются и они нагнетаются. Если у тебя не решаются противоречия, кто бы не выиграл, другой будет его не признавать, и даже если на словах будет его признавать, на деле не будет его признавать. Соответственно, Америка входит в турбуленцию, когда, если Римская империя распадалась 200-300 лет, потому что там время шло, вообще-то медленно, технологии были другие, сейчас вот этот болезненный процесс растянется не на месяца, а на годы, но то, что пакс-американа роняется, рушится, трескается и сыплется у нас на глазах, конструкция большая, технологическое временное рассыпание есть, сопротивление и попытки отремонтировать и сохранить и остановить вот этот процесс разрушения тоже есть, но процессы разрушения доминируют над процессами сохранения. Я это вижу простым глазом, я не вижу чисто математически, кто и как в Америке может сделать так, чтобы этот долг перестал быть долгом, даже если не сделал глобальную войну. Понимаете, там речь идет о цифрах, которые валовый внутренний продукт планеты, скоро никак не справятся. Но там уже математический тупик. Силы оружия они могут наложить какой-то порядок, но они должны сгореть и списать какие-то огромные цифры, причем глобальные цифры, не только региональные для Америки, которые никогда не делались, и которые неизвестно, кто и как будет признавать. То есть, действительно, конфликт между Бриттен-Вудской системой и системой БРИКС, которая все еще не устоялась, но которой есть некоторые там наметки и зарисовки, можно сказать, но все еще такая картина маслом, что называется, не готова. Вот в это интересное время мы и живем, и слава богу, что пока что живем, потому что многие уже не живут. Ну что же, дорогие друзья, Пламен Пасхов, политики и политологи Солнечной Болгарии был сегодня вместе с нами на Укрлайф ТВ. Напоминаю, те, кто еще не подписан на Укрлайф, пожалуйста, подпишитесь, поставьте лайк этому видео, и также призываю подписаться на YouTube-каналы Пламена Пасхова. И традиционно в завершении, прошу. Выключите телевизоры, включите мозги, и все приложится. Всего вам доброго, будьте здоровы. Обязательно приложится. Всего доброго. Берегите себя. До свидания.